Доброе утро Про электростатику Именно связанную Как бы С эфирной энергией Но представлюсь для тех кто смотрит впервые Я Тарасов Юрий Владимирович Ведущий специалист компании Электром Мы уже почти 10 лет производим Наергосберегающие устройства Позволяющие экономить в районе 30% При установке их на вводе На все помещение после любого счетчика На законных основаниях Или если у вас в Меркурии 230 РТ Такой счетчик То можете до 70% На законных основаниях С нашим комплектом оборудования Так вот Сегодня мы уже несколько видео изучаем Лекции Теслы Одну конкретную лекцию Теслы Очень Такая Продуктивная И я вчера Когда дочитывал эту лекцию Меня просто осенило Гениальности Теслы В этой коротких Предложениях Такой Потрясающе точный смысл Заложен Просто его надо увидеть Я не знаю почему другие До сих пор это не видят И не продают этому значение Ну может быть некоторые видят Но большинство этого не знает Я сейчас остановлюсь Как раз на этих моментах Ну с чего начать Да Вот я как раз в прошлых видео говорил Что когда я Собирал Такую Установку для получения Высокого напряжения Ну грубо говоря Установка по сжиганию Влажного топлива Она состоит из Минимизатора мощности Нашего энергосберегающего устройства Которого мы продаем Которого вы можете купить Просто опустившись под это видео В описании По ссылке перейти на сайт На котором можете ознакомиться С каталогом А по ссылке на другом сайте Насдек Маркет Можете заказать и получить Поставить к себе и экономить Ничто не будет Разницы большой не будет Хоть вы 10 можете друг за другом Ставить Большой разницы не будет Со мной будет работать как один Поэтому смысла нет Ставить друг за другом Вот Поэтому Можете заказать Посмотреть Изучить И эксплуатировать Мы уже почти 10 лет их продаем Так вот Когда мы вот это энергосберегающее устройство Ставим в разрыв фазного провода Последовательно с конденсатором И последовательно со вторичной Низковольтной обмоткой трансформатора Ну в данном случае у нас была там на 42 вольта 42-36 вольт Вот так вот Так вот я собрал Когда Есть видео такое на нашем канале Когда я маленький трансформатор Там на 250 ватт по-моему 220 на 36 вольт по-моему Или 380 на 36 Сейчас не помню Собрал по такой схеме То на восковольтной обмотке Которую на 220 или на 380 я не помню Я подключал лампочку накаливания Тогда внутри лампы Там находится аргон Возникала дуга И фиолетовое свечение Вот эта дуга Она буквально расплавляла Весь этот стеклянный столбик Который находится внутри Который держит вольфрамовую спираль Практически полностью расплавлял Ну держал я ее за колбу Вот так вот И в какой-то момент Внутри сверкнуло И меня хрястнул током Просто по руке Я просто отдернул Нехило хряпнул Но что мне Я потом уже об этом думал Что мне удивило Меня не один раз било током Когда я просто 220 вольт провода касался Даже один раз било 380 вольт Когда я случайно коснулся фазы Фазных проводов Хряпнул нехило Весь вспотел Как говорится Но ничего В чем разница Между ударом тока Вот через эту лампу И ударом тока Когда я там 220 или 380 схватал Когда 220 или 380 Замыкаешь на себя Получается Что Как бы Через все тело Проходит ток Все тело содрогается Вот так вот То есть все тело содрогается Ну пот там выделяется Это понятно Потом Тесла про это Пишет конкретно Почему пот выделяется А вот в этой лампе Когда я лампу Держал за стеклянную колбу Хряпнул током Меня что удивило Вот когда 220 меня хряпало Как бы ток входил в тело И расползался по телу Против до ног Кстати Друг Ломоносова Когда ловил Разряды От грозы Он в подвал Опустил проволоку Подвесил на нее рельс И этот рельс Светился От разрядов грозы Статическое электричество Он светился Его хряпнула Молния От этого рельса Она вышла через Пятку у него И ушла в землю Так вот Когда я держал Эту колбу Я почувствовал Движение Только Не в тело А как бы Из тела В колбу Что это удивило Я говорю Как-то ударило Меня как-то не так Когда 220-308 Бьет Она как-то Раз-раз в тело И все тело Вот так вот Практически до ног Что-то пропускает А здесь получается Как бы вот От плеча Вот так вот Через руку И оно через руку Все больше 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 Сильнее Сильнее Больше Становится Через пальцы В колбу Вот это Меня удивило Я говорю Почему так А он здесь Пишет прямым текстом Послушайте В колбе Он как раз Про лампочку Говорит В колбе Всегда остается Газ И хотя он Откачивается Максимально Возможно Вот он откачивался А сейчас Аргоном заполняется Тоже газ Нейтральный Все же Пространство Внутри колбы Можно рассматривать В качестве Проводника Когда Применяется Высокое напряжение И я полагаю Что оценивая Количество Энергии Отдаваемой Нитью В окружающую Среду Там тоже Нить находится Мы должны Рассматривать Внутреннюю Поверхность Колбы Как одну Обкладку Конденсатора А воздух И другие Предметы Окружающие Колбы В том числе Мои пальцы Как другую Обкладку Высечете Момент Лампочка Является Конденсатором В этом случае При высоком Напряжении А там Высокое напряжение Там Полторы Две тысячи вольт У меня получалось Разный потенциал Поэтому Там внутри Все расплавилось И вот Стекло Колбы Являлось Конденсатором Внутренняя Поверхность Колбы Одной Обкладкой Внешняя Поверхность Другой Обкладкой А я Еще являлся Проводником И согласно Как Тесла Говорит Почему Появляются Электростатические Заряды Почему Вот эти Лампочки Его светятся Или острие Под высоким Напряжением Светится Потому что Молекула Воздуха Или газа Которая сопрякает Сайт с острием Начинает вибрировать Из-за того что Это острие Под воздействием Высокого напряжения И высокой частоты Начинает передавать Свою вибрацию На молекулу Окружающую Это Острие Они тоже начинают Усильно колебаться Из-за этого Начинает Светиться А светиться По какой причине Потому что Молекула Молекула Воздуха Он там все Молекула Называет Молекула Воздуха Начинает Колебаться Естественно Вместе с ними Колеблется Эфир Вместе с ними А эфир Дает Потенциал А раз Молекула Воздуха Еще передают Свои колебания К тем Молекулам Которые Сверху Или там По бокам Примыкают Сверху 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 Вот этот Потенциал Распространяется На Большую Поверхность Если на это Острие Вешает Шарик Какой-нибудь Блестящий То света Получается Больше Потому что Пространство Окружающее И площадь Соприкосновения С этими Молекулами Еще больше Увеличивается И вот эти Колебания Передаются Колебаниям Воздух Но Получается Что Вот Я Шел Сейчас И думал С чем Ассоциировать Вот эти Колебания Вот эти Колебания Можешь Ассоциировать С Бегущей Женщиной Или Девушкой Спасменкой Когда Женщина Бежит И у нее Грудя Болтается Вверх Вниз Вверх Вниз Вверх Вниз Она Бежит С одной Скоростью С одной Частотой А грудя У нее Болтается Вправо Влево Вверх Вниз Как попало Но Тем не менее Они С ней Так и Остаются Поэтому Молекулы Воздуха Когда Они Колеблются От острия Или Это шарика Начинают Колебаться То Эфир Окружающий Эту Молекул Начинает Колебаться Как Вот эти Груди У женщины В разные Стороны И Так же Передают Вот эти Колебания На другие Частицы И воздуха И Эфирные Частицы Такой Разброс Получается И Вот Когда Как он Тесла Подает Потенциал Внутри Лампы На Этот Штырек Когда Подает Потенциал На этот Штырек Внутри Естественно Газа Все это Начинает Колебаться Передает Вибрацию На стекло Стекло Передает Вибрацию На окружающий Воздух Другой Стороны То есть Другой Обкладки На На Молекулу Моей Руки Он так Называет Все молекулами То есть Вибрация Передается На Мою Руку Естественно И рука Начинает Вибрировать Я только Ее не чувствую Но при Высокости Не чувствуешь При низкой Довольно Чувствую Я когда Трогал Лампу Чувствовал Какая-то Не очень Приятная Структура Стекла Когда стекло Просто касается Она гладкая А когда Под напряжение Она как будто Действительно Даже не вибрация Скажешь А вот Не знаю Как Как кожу Змеи Погладишь Она такая Шершавая Или Рыбу Погладишь Такой С чешуей Она получается Такой С мелкой Вибрация Подается На руку Но раз У нас Молекулы Руки Тоже Начинают Колебаться Естественно Колеблется Эфир Привязанный К молекулам Руки Как он там Говорит Все молекулы Называют Они начинают Колебаться Эфирные частицы Тоже Начинают Колебаться Вот эти эфирные частицы Как грудями Начинают Колебать Остальные Эфирные частицы И частицы Тела И она Эта Вибрация Распространяется По всему телу Постепенно Затухая Но Какой момент Я вот Почему мне Это гениальность Осенило Когда Подается Потенциал Внутрь Лампы Там тоже Колеблется И материал Лампы И электроды Лампы И эфир Колеблется И эта вибрация Передается На другую обкладку С другой стороны Лампы Окружающие Как он здесь Пишет То есть Они вот эти Грудя У всех этих Болтаются В разные стороны То есть Грубо говоря Если частица Вот так вот Стукнула Она ударилась На это место Оказалось Как он По принципу Электронно-дырочной Проводимости Пустое место То есть Вот так Частицы Стоят Никакого движения Нет Работы Нет Частица Ударилась Та Отскочила И это Место Осталось Пустым Которую Условно Наши физики Называют Дыркой Потом Оно Назад Ушло Это Вернулся Обратно Здесь Образовалась Дырка И вот В таком Положении Колеблется И волна Идет Одна В одну Сторону Другая Идет В другую сторону Но Эфирная Частица Как у нас Один из Комментаторов Писал Нет Плюс Минус Есть Полное И пустое То есть В одном Допустим Со стороны Электрода В лампе Находится Много Эфирных Частиц Которые Колеблется Это Знаете Сравнимо Вот если Спишкой В воду Опустить На ней Обратится Одна Капля А Другой Спишка На ней Другая Капля И У нее Размер Капель Разные И колеблется Они по-разному Поэтому В лампе Допустим Больше Количества Эфирных Частиц Со стороны Другой Стороны Колбы Меньше Количества Эфирных Частиц Колеблющихся Но Когда Они Начинают Колебаться Уже Синфазно Практически В одном Направлении Вот тогда Появляется Пробой То есть Природа Стремится К равновесию То есть Никаких Ни дырок Ни частиц Ни гор Ни впадин Не должно быть Все должно быть Ровно И любые Впадины Должны Заполнять Бугор Любая Впадина Должна заполняться Бугром Чтобы было все Ровно Физика такая Получается Природная Поэтому Когда Начинает Колебаться Вот это Дело И когда Колебание Эфира Совпадает С колебанием Эфира В руке И когда Они стремятся Заполнить Вот это место Дырочное Когда частица Ушла На ее место Встала Другая Происходит Пробой Пробивает Что Из тела Никакой Энергии Не берется То есть Когда колеблется Молекула Допустим Тело Вокруг На них колеблется Эфирные частицы Эфирные частицы Колеблется Которые называют Потенциалом Статическим Как Тесла Называет Плюс Минус По всякому Там И дырка Или электрон Без разницы Вот когда Они начинают Колебаться Синфазно То Вот это Поле Из эфирных частиц Электромагнитное Поле Как он называет Что эфир Это электромагнитное Поле Оно Начинает Совпадать Синфазно С поля Внутри Лампы То есть Мы ничего Не чувствуем А вот когда Они совпадают Электромагнитное Поле Объединяется С нашей руки С тем Которое В лампе И оно Вестишно Течет От руки В лампу Из-за того Что мы Как бы Носим Условно Отрицательный Потенциал А внутри Он положительный Потенциал То Стремясь Компенсировать Друг другу Из моей руки Вытекает Эфирная Энергия То есть Электромагнитная Энергия Внутрь Лампы И практически Молнии Которые бьют У нас В грозу Основан на Таком же Эффекте То есть Там где-то Вверху Скапливается Положительный Потенциал Высокое Напряжение Большое Колебание Эфирных Частиц Наступает Они тоже Колеблются Вот так Там тоже Образуются Дырки Электронов Согласно Электронно-дырочной Проводимости Вот так Вот И когда Они Через Последствия Молекулу Воздух Передают Своё движение На поверхность Земли Она тоже Начинает Колебаться Когда Они Колеблются Разнофазно Пробои Молнии Не происходит Молнии Ничего не делают Когда начинает Колебаться Синфазно То есть Попадает Такой момент Что они Начинают Колебаться Вместе И Они Могут Заполнить Одна Обладает Электронной Проводимостью Другая Дырочной И они Начинают Совпадать И происходит Пробой Частицы Как были На месте Так и Остаются Пробой Происходит За счет Слияния Вот этого Магнитно Электромагнитного Эфирного Поля То есть Эфирные частицы Колеблются Из-за того Чтобы не образовывался Этих дырок Между Этими Молекулами эфира Они Сливаются Происходит Пробой И то что мы видим Это как раз Пробой Эфира То есть Движение Эфира В виде Разряда Или При высоком Потенциале Это огни Святого Эльма Когда он Только начинает Колебаться Но не сливается Вот в таком плане И вот читаем дальше Когда частота Низкая Можно получить Очень сильный Удар током От лампы Что я И получил От лампы Удар током Ну Я описал Вот Как мне Видится Этот удар Током Не то что Лампа Меня ударила А то что От моей руки Ушла Энергия В лампу На вторую Обкладку Конденсатора То есть Одна обкладка Внутри колбы Другая обкладка Снаружи колбы Она же тоже Должна зарядиться А чем она зарядится Только от моей руки И она заряжается Уходит энергия От моей руки На эту обкладку Вокруг Внешней поверхности Колбы В целом Когда присоединяешь Лампу Или другой предмет Определенного размера К выводам катушки Следует опасаться Скачка напряжения Так как он может быть Вызван просто этим Подключением И напряжение Может вырасти В несколько раз По сравнению С первоначальным Значением Вот чего я упустил То есть Когда выходили Два контакта С трансформатора И можно было Там что-то Всякую ерунду Подключать Напряжение Было низкое Даже для зажигания Дуги между ними Но как только Я подключил лампу Она стала Являться Лейденской банкой Практически То есть Один электрод Внутри Сверху Стеклянная Коба Плюс моя рука Как обкладка У нас как Лейденская банка Еще состоит Стеклянный стакан Обмотанный фольгой Внутри или снаружи Снаружи по-моему Обмотанный фольгой Внутри стержень Там и шарик Все Это практически Колба лампы Фольга Заменяет руку А внутри стержень Заменяет Металлический контакт Внутри лампы Это Лейденская банка Поэтому Когда я подключал Эту лампочку К выводам Трансформатора Я получил Лейденскую банку На которой Меня и разрядилось Просто-напросто То есть Зарядился Внешний потенциал Вот этой Алюминиевой фольги За счет Меня То есть Я как выступал Как источник Отрицательной энергии В данном случае Источник положительный Был Внутри Лампы Потому что Минимизатор Стоял в режиме Как бы пропускания Постоянного тока Поэтому на трансформатор Поступал положительный Потенциал В основном А рука выступала Как Отрицательный контакт Вот и пожалуйста Молния произошла Где ток уступнул Как носитель этих зарядов Смотрим дальше Таким способом Можно получить Нужный потенциал При меньшем количестве Витков провода То есть Если на выводе Катушки Поставить Конденсатор Катушку Можно сделать Короче Если Этот конденсатор Будет в виде Лейденской банки Раз высокое напряжение У нас Я думаю Навряд ли Такие керамические Конденсаторы Есть для Высокого напряжения Миллиона вольт Поэтому используется Лейденская банка Что он кстати В своих Схемах И использовал Если посмотреть Башню Схему башни Которую он запатентовал Там на выходе Где практически Излучаются Вот эти Флюиды Стоят Лейденские банки Вот такие Лампочки Он и говорит Что вот этими Лампочками Лейденскими банками Можно увеличить Напряжение На выходное При этом сократив Количество провода При той же частоте То есть Эффективность В разы повышается Читаем дальше Прерывистый Разряд Конденсатор Особенно Предпочтительен Для работы Таких ламп Где нет внешних Подключений При помощи Электромагнитной Индукции Причем Эффект Электромагнитной Индукции Крайне высок Мне также Удалось Получить Желаемое Свечение Всего лишь С несколькими Витками Провода Свечение Можно также Добиться Используя Простую Замкнутую Цепь Ну это Классический Вариант 2-3 Витка На лампочку У нас На ютюбе Там полно Этих видео Когда можно Просто Лампочка Загорается Потому что Можно просто 2-3 витка Это обычно Высокочастотный Трансформатор Наши Импульсные Источники Питания На этом Работают Так И вот Про эти Лампочки Лейденские Вообще Это вещь Интересная Лампочка Является Одновременно Лейденской Банкой То есть Она может Еще и Светить То есть Она является Конденсатором Еще может Светить Ну Лампа Дневного Света Они по такому Принципу Работают Вот почему Наш Минимизатор Работает За счет Чего За счет Использования Реактивной Составляющей Энергии То есть Если Минимизатор Ставится На вводе В разрыв Фазного Провода Перед Нагрузками Перед Нагрузками В помещении И чтобы Минимизатор Работал Должны Присутствовать Реактивные Нагрузки То есть Нагрузки Которые Выдают Реактивный Ток Обратно В сеть А это Все Нагрузки Имеющие Обмотки Трансформатор То есть Индукционные Катушки Как он здесь Пишет И лампы Дневного Света Лампы Дневного Света Это Вот эта Лампа Которую Мы пишем То есть Запаянная Колба Внутри Газ Ртутный Она Выполняет Функции Лейденской Банки Как Конденсатор И еще Обладает Свойствами Лампы То есть Излучать Свет И через Дроссель Вместе с дроссель Она является Чистейшей Реактивной Нагрузкой Которая Управляет Нашим Минимизатором Генерирует Реактивный Ток Который Направляется На запараллельные Нагрузки И мы За счет Этого Имеем Экономность В районе 30% Вот в таком Плане И поэтому Этим Лампам Вот здесь Он пишет Можно придать Более яркое Свечение Просто Изменив Положение Внешнего И внутреннего Слоя Конденсатора Или Индуктивного Конта Ну это Поясни Дальше Интересно Во время Своих Экспериментов Я пробовал Возбуждать Трубки Лишенные Электродов При помощи Электромагнитной Индукции Когда трубка Служит Вторичной Обмоткой Катушки Индуктивности Пропуская Через Первичную Обмотку Разряда Лейденской Банки Эти трубки Были разные формы И мне удалось Получить световые Эффекты Которые Я тогда Относил К действию Электромагнитной Индукции Но после Тщательного Изучения Я обнаружил Что полученные Эффекты Больше По природе Электростатические Кстати У нас На рынке Одна фирма Может быть И не одна Производит Такие Лампы То есть Он взял Раньше В советские Римина Сейчас Продают Такие Ртутные Лампы В виде Кольца Но Они Как бы Кольцо Обрывается Внутри Стоят Там Два Вольфрамовых Спиральки И подключается К обычному Дросселю Стартеру И получаем Обычный Лампы Свет Так Он Что Он Заказал Сплошное Кольцо Без Всяких Внутренних Контактов И Сделал Две Если не ошибаюсь Две катушки Или четыре Катушки Для увеличения Эффективности Чтобы равномерный Свет Две катушки Высокочастотных Намотал На эту Колбу И подключил К источнику Высокого Напряжения Импульсом Источнику Питания И получил То же самое То что он Здесь пишет Свечение Вот этой Лампы Под действием Высокой Частоты Освещение При этом Ничего практически Не ломается Контакты Не выгорают Ничего не плавится Свет Постоянно Светится Как неоновые Ну в неоновой Лампочке Там электроды Есть А здесь Ничего нет Возбуждается Внутри Вот этот Газ Ртутный Просто Пары Ртути И все Светится Практически Срок Годности Неограниченный Ну за исключением Элементной базы Если там Она будет Долго служить А так Практически Неограниченный Я посмотрел Видео Посмотрел Фотографии Да Хорошо Работают И кстати Это Я уже Наверное Лет 7 назад Или 8 назад Смотрел Вот эти Лампочки Они дороже Конечно получаются Но Это практически Вечные Ну С точки зрения Экономии Конечно Как у нас Сейчас говорят Чтобы Хорошо зарабатывать Надо чтобы Часто ломалось То есть Поэтому Срок годности На все Существующее Оборудование Больше года Не делают Чтобы покупатели Постоянно выкидывали Постоянно покупали Вот для советских времен Вот такая лампа Была бы Наиценнейшей Особенно В производственных Местах Можем сейчас Тоже Так же Ставят Для экономии Все возможно Я этот вопрос Не изучал Полностью Как Дело С этим Вещами Пошло Но тем не менее Это все Подтверждено Здесь Молодец Дальше Во время Работы катушки Индуктивность Как описано Выше Нет сомнений В том Что трубки Возбуждаются Припомню Электростатической Индукции А электромагнитная Индукция Имеет мало Если вообще Имеет значение Понимаете В чем речь Там нет Ни стримеров Ни искрообразования Ничего Восковольтная Катушка Намотана На Вот этот Конденсатор Лампу Как он говорил И внутри Светится газ Это практически Электростатика Читаем дальше Размещая трубку На расстоянии От катушки И ближе К одному Из выводов Предпочтительнее В точке На оси Катушки Можно осветить Ее Дотронувшись До дальнего Вывода Катушки Изолированным Предметом Или рукой Таким образом Повысив напряжение На выводе Рядом с трубкой Ну как я До лампочки До своей Если трубку Прибли Кстати Вот когда до лампочки Замыкаешь Внутри Разряд увеличивается То есть Получается Конденсатор Как бы заряжается Потому что Якобы Выполняет роль Земли Другими словами Если трубку Приблизить К катушке Настолько Что она засветится От действия Ближнего Контакта То погасить Ее можно Удерживая На изолированной Подставке Конец провода Соединенный С дальним выводом Вблизи Ближнего вывода Таким образом Компенсируя Воздействие Последнего Трубка Эти явления Явно Электростатические Подобным Образом Когда трубку Помещают На значительное Расстояние От катушки Наблюдатель Стоя На изолированной Подставке Между катушкой И трубкой Может осветить Последний Поднеся К ней Руку То есть Вот катушка Вот лампа А я Стою Между катушкой И лампой И если я встану Я могу Осветить Лампу Это вот так Можно определить У вас Электромагнитная Индукция Или электростатическая И как он Дальше пишет Либо он Может заставить Ее светиться Просто встав Между ней И катушкой При электромагнитном Действии Это невозможно Ибо тело Наблюдатель Играет роль Экрана Как я В позапрошлом Видео И показывал Когда я Индикатор Ставил На провод У вентилятора И потом Между проводом И индикатором Ставил руку Индикатор Переставал Реагировать И пиканем И светом То есть Я Моя рука Выступала Роль экрана Это говорит о том Что через провод Идет электромагнитная Индукция А не электростатика Вот если бы я Поставил руку А индикатор Заверещал бы Еще быстрее Еще сильнее Тогда бы это была Электростатика А если я рукой Переграждаю Путь Электромагнитной Индукции Потому что я Выступаю Как роль Земли И она Переставит Мегать То это Электромагнитная Поэтому чтобы Получить Больше энергии К чему Здесь стремится Больше Света Надо чтобы Вот Наши Источники Электричества Генерируют Электростатику А не Электромагнетизм Почитаем дальше Подтверждение То есть Эту вещь мы уже Проверили Что наши провода Дают Электромагнитное Поле Которое Вредно Для организма А нам нужна Электростатика Которая будет И полезна Для организма И с нее Можно получить При Высоком КПД И свет И тепло И передача Энергии На расстоянии Что он об этом Дальше пишет Если первичную Обмотку катушки Расположить сбоку Как показано На рисунке Там нечего смотреть Например Вакуумную трубку Вводить с другого Конца внутрь То трубка Будет интенсивно Светиться Я же говорил Что он Свои катушки Тесла Делал Как обычный Трансформатор То есть На трубу Намотал провод Первичку Через изолятор Намотал сверху Вторичку Более длинную провод С которой Убрал эти стримы Как говорится Свечение И так далее Лампу подключал И так далее Так вот Если внутрь Запихать в первичку Там труба же пустая Еще и лампу Как он здесь пишет Если в первичную Обмотку В первичную Обмотку катушки Расположить сбоку Как Например И вакуумную трубку Уводить с другого Конца Внутрь Трубка будет Интенсивно светиться Так как увеличится Конденсаторный Эффект И в этом положении Очень четко Видно полоски Ну полоски Кстати видно Как раз На лампе дневного света Когда вы включаете ее Именно в таком режиме Электростатическом Соединяя по схеме Сгоревшей лампы Сгоревшей лампы Когда вы контакты Там объединяете Скручиваете Или на перегоревшей И по схеме Умножения напряжения Подаете на нее Там 400 или 800 вольт Она начинает Загораться И у нее такие Темные полоски Бегущие появляются Вот о них Тесла пишет То есть лампа дневного света Это чисто Электростатическое Освещение Во всех описанных оптах И многих других действиях Явно электростатическое Эффект экранирования Который я говорил Пальцем рукой закрывал Также указывает На электростатическую природу Этих явлений И демонстрирует Кое-что в плане Электризации на расстоянии Например Если трубку поместить В направлении оси катушки И отделить их Друг от друга Металлической пластиной С изолятором Трубка в целом Засветится ярче Это если Электростатика А если это Электромагнетизм Она вообще Светиться не будет А если трубка Будет находиться Слишком далеко От катушки Ее все же Можно заставить светиться Поместив между ней И катушкой Такую пластину Сила эффекта В некоторой степени Зависит от размеров Пластины Но если пластину Заземлить Как вот человек Как я человек Я являюсь к заземлению И это промежуточное Положение Всегда будет Гасить трубку Даже если Она будет Находиться Недалеко от катушки Что я и продемонстрировал Я как являюсь Заземлением Я гасил Индикатор То есть он полностью Не мигал Никак не реагировал Потому что я являюсь Заземлением А если Другую вещь поставить Она не будет Гаситься Ну Я проверял То есть там Картон Пластик Ставишь Никак не реагирует Так же Мигает Светится А если вот я поставлю Руку Или я возьму Железный лист И помещу Между индикатором И проводом Вот этот лист Держа в руке Все погаснет Ничего реагировать не будет Потому что я буду Я являться Заземлением О чем он здесь и пишет В целом Промежуточное положение Предмета между Трубкой Трубкой Катушкой Увеличивает Или уменьшает Яркость свечения Трубки Или ее способность Загораться В зависимости от того Увеличивается Или уменьшается Электризация При экспериментах С изолирной пластиной Она не должна быть Слишком большой В противном случае Она будет оказывать С ослабляющей Действие Так как Обладает способность Отдавать энергию Окружающей среде Вы запоминайте Каждое слово Тесла Пластина Может отдавать Энергию Окружающей Среде Как он предлагал Бестопольный генератор Две пластины Одна соединена С небом Другая с землей Если поместить Между ними Еще одну Пластину Как он здесь Пишет Принцип Она будет Отдавать энергии Окружающей Среде То есть Нам с вами А лучше всего Как я проводил Пример Когда я бросал Кусок провода На Подводящий Шнур Для Планшета Вот если Бросить кусок провода Вот этот Пучок провода Он лучше всего Передает Даже ни к чему Не подключенный Электромагнитное поле На другой конец Поэтому Внутрь Между этой пластин Лучше помещать Обмотку И с этой обмотки Снимать это напряжение Даже электростатическое Если трубку Зажечь На каком-то расстоянии От катушки И поместить Между ними Резиновую Или другую Изолирующую пластину Трубка может Погаснуть Промежуточное положение Диэлектрика В данном случае Немного повышает Индукцию Но сильно ослабляет Электризацию Сквозь воздух Вот эти Флюиды Грубо говоря Они задерживаются Вот этой пластиной Тогда во всех случаях Когда мы возбуждаем Свечение вакуумных трубок При помощи Такой катушки Это явление Происходит вследствие Быстро Меняющегося Электростатического Потенциала И более того Оно может относиться Насчет гармонических Колебаний Производимых Непосредственно Самой машиной А не наложными Колебаниями Которые Как полагают Присутствуют То есть Модулированные Как сейчас говорят Наложные колебания Такие наложные Колебания Невозможно Когда мы используем Машину Переменного Тока Что у нас Что у нас в сети Есть 50 Гц Или 60 Гц Как в Америке Невозможно Получить Электростатическую Энергию Когда подключается Генератор Переменного Тока Если пружину Постепенно Сжимать И отпускать Она не совершает Самостоятельных Колебаний Для этого Ее надо Внезапно Отпустить То же самое Происходит И с переменными Токами И динамо Машине Среда Гармонично Подвергается Напряжению И расслаблению Вырабатывает Только один Тип Волн Внезапное Замыкание Или обрыв Или внезапный Пробой Диэлектрика Как при Разряде Лейденский Банок Необходим Для получения Наложенных Волн Не поняли Еще раз Внезапное Замыкание Или обрыв Или внезапный Пробой Диэлектрика Как при Разряде Лейденский Банок Необходим Для получения Наложенных Волн Это радиостанция Помните Из чего Состоит Выходной Блок Любой Любого Передатчика Любого Приемника Антенна Катушка Второй Конец Катушка Заземляется И параллельно Катушке Конденсатор Чтобы создать Колебательный Контур Для резкого Смена Направления Движения Тока Расковой Что здесь Интересно Дальше Я вам сейчас Почитаю Во всех Точно описанных Оптах Можно использовать Безэлектродные Трубки И с их помощью Нетрудно Получить Достаточное Освещение Для чтения Световой Эффект Однако Значительно Усиливается Если применять Фосфорисцирующие Материалы То есть у нас Лампи Дневного света Люминофором Покрыто Изнутри Поверхность Чтобы Этот Что у нас там Инфракрасный Ультрафиолет Ультрафиолет По-моему Вызывал Свечение В этом Люминофоре То О чем Он и пишет Кстати Ну здесь Он применяет Другие Такие как Итрии Урановое Стекло И так далее Здесь можно Столкнуться С трудностями Так как Эти материалы При мощных Воздействиях Постепенно Уменьшаются В количестве И предпочтительнее Работать С твердым Веществом А это ли написано Что сейчас Внутри По мере Износа Ртутных Ламп Вот это Ртутные Пары Как бы Разлагаются И туда Кладут Твердый Кусочек Свинца Ртути Там Какого-то Смешивают с чем-то Чтобы постепенно Было испарение С поверхности А не каплю Закачивают Туда Может быть По этому поводу Он имеет ввиду Секунду Мне звонит Алло Этот не помню По-моему 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 На тебя По-моему Да Нет У него Как раз Моя По-моему Ну я сейчас Не могу Разобраться Не знаю Надо смотреть Проверять Не знаю Ну зайди В салон Сотовой связи Спроси Может они Посмотрят Хотя могут Не дать Надо Через интернет Можно посмотреть Ну ладно Пока Пока Да Повыкидывали Повыкидывали Давно А потом А потом Давай Пока Ну мы Приближаемся К концу К концу Я быстро Все Читаю Чтобы не Зависеть от Эффекта Индукционного Расстояния Зажечь трубку Может при помощи Внешнего Или если есть желание И внутреннего Слоя Конденсатора Подвесив трубку В любом месте В комнате На проводе Соединенного С одним Выводом Катушки Таким способом Можно добиться Мягкого Освещения Однако Идеальным Освещением Комната Было бы Создание Таких условий Когда Осветительный Прибор Можно передвигать Куда угодно И он Загорался бы Везде И его Не надо было Подключать Идеально Кто сейчас делает Заработает Больших бабок Мне удалось Это достичь Создав В комнате Мощное Высокочастотное Электростатическое Поле С этой целью Я подвесил Лист металла На расстоянии От потолка На изолирующих Шнурах И соединил Его с одним Из выводов Катушки Другой же Вывод Заземлил То есть Металлический пол И сверху Пластина Подключенной Катушки Я подвешил И два листа Ну здесь Вот рисунок Приводится Один снизу Другой сверху То есть Он не заземлял Просто под нижний лист Квал Каждый из них Соединён С одним из выводов Катушки И их размер Тщательно Рассчитан То есть Они должны быть Друг напротив Друг Абсолютно Одинакового Размера Ваг И причём Определённого Размера Потому что Это зависит Как раз И от мощности Катушки И от Величиной Частоты И тока И так далее То есть Он подобрал Это оптимально Опытным путём Чтобы получить Максимальный Эффект Ну как мы Рекомендуем Выставлять красную Нить накала С киловаттным чайником Чтобы получить Максимальный Энергосберегающий Эффект При использовании Наших устройств Минимизации Мощности Это ведь тоже Не просто так Как там Всё должно быть Рассчитано До мулеметра Как у нас Типа Это Петросян Говорит В своих Выступлениях Так В таком Электростатическом Поле Проявляется Интересное явление Особенно если Частота низкая А потенциал Высокий То есть Можно создать При 50 Гц Высокий Потенциал При низкой Частоте И она тоже Будет проявляться В свечении Ну конечно Лейденскую банку Она практически Так и делает Но правда Там используют Транзисторы Туда-сюда Но Я что хотел Сказать Вы забыли Про одну такую Вещь Устройство Которое Называется Люстра Чижевского Люстра Чижевского Схема Мульон В интернете Там обычно Стоит Трансформатор Тиристор Который Пропускает Только одну Полуволну И со вторички Трансформатора Идет умножитель Напряжения Для получения Высокого напряжения Который соединяется С иголочками С которых Стекают Заряды Мне один Такой Любитель Подогнал Это было Наверное Лет Так Пятнадцать Наверное Назад Даже Двадцать Наверное Назад Было Я Как изобретатель Значит Одно время Работал на велозаводе И мне пришла Такая идея Я обычный Велосипед С торпедовской Втулкой Которую Крутите Тормозите Педалями Назад Нажав И вытормозите Это называется Торпедовская Втулка Сзади Васин Стоит И Тогда Как раз Популярные Так и получал Много скоростные Велосипеды Первые шли Трехскоростные У нас Велозавод Выпускал И с торпедовской Втулкой И трехскоростные Я работой Подумал Ну Трехскоростные Хорошо Особенно Когда в гору Въезжают Допустим Сгоняться Но у них Как правило Колесо Меньшего диаметра И крутить Приходится Часто Но иногда Все-таки В гору Ехать тяжело На дорожном Велосипеде С торпедовской Втулкой И хотелось Было Скорость Переключить И крутить Полегче Спокойно Въезжая В гору Чем пыжиться Там и потеть Поэтому я взял И объединил Торпедовскую Втулку С этим Многоскоростной 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 С трехзвенной Звездочкой То есть там Обычно Стоит Звездочка На которой Насаживается Вернее Как она называется В общем Звездочка Стоит То есть Такая втулочка Сверху Вставляются Три звездочки Разного диаметра И она Наворачивается Просто-напросто На втулку Колеса Куда крепятся Спицы Ну ты Храповик Находится То есть Можно крутить В одну сторону Назад Крутить Вперед Можно крутить Она зацепляется С колесом Вы едете Назад Она все прокручивается Поэтому Приходится Клещевые тормоза Нажимать Чтобы затормозить Велосипед Это не нравится Особенно Клещевые тормоза Были негодные Раньше Два-три раза Затормозил Там или загибаются Эти клещи Или вылетают Резинки А если грязь будет Грязь появится Вообще там все Забивается И очень проблем Поэтому сейчас Перешли на диск И который конечно Лучше всего А тогда Проблема была такая Поэтому Чтобы избавиться От этого Я объединил Вот эту Трещотку С тремя звездочками С торпедовской втулкой Я взял Аргоном Их там заварил Подточил Заварил аргоном Повесил Переключатель скоростей И все Вперед едешь Как на трехскоростном велосипеде А назад Тормозишь Как торпедовской втулкой Педалями Во Отличные вещи Получилось Единственное Что там Переключатель скоростей Все таки на пружине Размах большой Приходится Педали ставить вертикально Чтобы затормозить На обычном Торпедовской Ставишься горизонтально И немножко нажал Уже затормозил А здесь приходится Ставить вот так Чтобы затормозить Вот так Но ездить было Чрезвычайно удобно И В гору можно ехать Переключив на большую звездочку И скорость набрать Можно по ровному То есть Вообще Идеально практически Ну сейчас они там 7-12 звездочек ставят Сейчас она уже просто В раме не умещается Чтобы ее делать Трехскоростная Три звездочки Для торпедовской втулки Самый идеальный Так вот О чем это я Вообще Начал Там Ну Потом посмотрю Вспомню Может быть Ну здесь он говорит Что при электростатике Начинают искрить Все провода Это тоже Это минус В основном В таком электростатическом поле Появляются интересные явления Особенно если Часто низко Аптоциал высокий Кроме указанных Световых эффектов Можно наблюдать Что любой изолирный проводник Искрит Если к нему поднести руку Или другой предмет И искры довольно мощные Когда большой проводник Укреплен на изолирующей подставке И к нему поднести руку Чувствуется вибрация Ну знаете Шарики-то Тесловские продают Положите руку на шарики Там чувствуется По руке Долбает Вызваны движения Молекулы воздуха Можно также Наблюдать Светящийся поток Если руку Поднести К какому-либо Выступу Если прикоснуться Одним или двумя Контактными Телефонной трубки Заливания проводника Некоторых размеров Телефон Издает громкий звук Там частота низкая Он же говорил Низкая частота Высокий потенциал Она также гудит Когда провод Определенной длины При не касается К одному с обоим проводам При мощных полях Звук имеет место Даже без провода Это Криосан хорошо показал Когда он Бросал провод На восковольтную Линию электропередач А потом Искрил ее С контуром заземления И у него пело Радио С этой искры Все здесь описано Так Что про резонанс Он здесь указал Тогда Как мы можем Надеяться Получить нужный результат На расстоянии При помощи электромагнитного Воздействия Когда даже В непосредственной Близости от источника Возбуждения Или на выгодничных условиях Мы можем добиться Лишь слабого свечения Правда При действенной расстоянии Нам помогает резонанс Мы можем Соединить вакуумную трубку Или другой осветительный прибор С изолированной системой Надлежащей мощности И тогда Станет возможным Увеличить эффект Количественно И только Количественно Ибо мы Мы не получим Больше энергии Через наш прибор Друзья мои Он сам отрицает Что нельзя Получить энергии Больше Чем Затрачено Для получения работы Хватит вам эфир Деребанить Чтоб закачать С нее энергии Он Черным по белому Пишет Количественно Можно То есть Получить Высокое напряжение Высокую частоту Больше света Но энергии Получить Нельзя Давайте Посмотреть От какого года Это Лекция Может быть Он потом Передумал Сейчас посмотрим Посмотрим Здесь написано 20 мая 1891 года Возможно Он потом И передумал Но в данном случае В те времена Он сказал Что энергии От катушки От этой системы Передачи Электростатической энергии Получить Больше нельзя Мы можем При помощи Резонанса Получить Требуемую Электродвижущую Силу В вакуумной Трубке И иметь Слабое Свечение Но мы Не сможем Получить Достаточно Энергии Для того Чтобы иметь Достаточно Света И простые Подсчеты Основанные На результатах Хопта Показывают Что даже Если Вся Энергия Которую Трубка Получит На определенном Расстоянии Будет Полностью Преобразована В свет Вряд ли Количество Будет Практически Достаточно Отсюда Возникает Необходимость Направлять Энергии С помощью Проводников К месту Преобразования По проводам Но поступая Так Мы не можем Отойти От той методики Что используется В настоящее время И все Что мы можем Сделать Усовершенствовать Технику Что в принципе Мы здесь И стараемся Ну здесь Совсем мало Я сейчас Все Закончу Полагаю Разряд Конденсатор С помощью Разрядника Будет иметь В будущем Большое Значение Ибо он Предлагает Огромную Возможность Не только Для освещения Теоретически Но и для Других Областей Разрядник Дает Синусоидальный Эффект Друзья мои Не забывайте Как я Показывал В предыдущем Видео Синус Или Синус С прерыванием С паузой Он использовал Синус То есть Даже Генерируя Положить Допустим Потенциал От аккумулятора Разрядник Дает Не резкий Сплеск А За счет Разряда Плавное Увеличение Нарастание И Спад Практически Полуволна Синуса Может быть Это Повлияет На дальнейшее Так Что я хотел Здесь еще Ну здесь Он Трансфор Показывает Что Создал Источник Импульсный Источник питания У Который На выходе Замыкал Конденсатором Подключал К нему Короткий Провод И Замыкал Выводы Катушки И подключал Лампочки Обычно Ну это Классическая Схема Знаете Когда Я занимался Сжиганием 100% Влажного топлива Я использовал Трансформаторы Тока Соединял их Последовательно Там же есть Шина Толстая В середине И снаружи Которая Проходит через Трансформатор На трансформаторе Намотано 5 витков Если не ошибаюсь Провода 5 или 8 Ну 5-10 витков Провода Которая На выходе При максимальном Токе На выходе Дает 5 вольт 5 ампер Или один Нет 5 вольт 5 вольт 5 ампер Все на все Так вот Когда я Минимизатор Через Через Конденсатор Подключал К Последствия Соединенных Несколько Трансформаторов Вот этой Вторичной Обмотки Которая Служит Для подключения Приборов Я с толстой Шиной На толстой Шине Подключал Лампочки На калиум 12 вольтов По моему Лампочка Просто Брал кусок шины Вот так вот И тыкал Электродами И с этого Куска У меня Загоралась Лампочка Вот с такого Куска И даже Получалось Такое что Вот здесь Трансформатор Заканчивается Здесь Здесь идет Шина И я Подключал Лампочку Снаружи Трансформатора Вот в этом месте И она Загоралась Не внутри Вот так Вот как Вокруг Трансформатора Классически А сбоку И она Загоралась Кстати Через Клетки Полена И на воздух На влажный Потому что И полена Является Куском Частью Заземления Как и тело Человека И происходит Как раз Электрическая Проводимость И там Все это Тело Взрывается Поэтому Все что Искрит Все что Взрывается Это не работа Клеток Материальных Атомов Молекул И так далее Это работа Эфирных Частиц Которые Прилеплены К этим Нашим Материальным Частицам Вся Электромагнитная Индукция Электростатика Как пишет Тесла Магнетизм Это Работа Эфирных Частиц Которые Можно Сравнивать С жидкостью С чем Мы это Дело И сравниваем Так что Вот так Друзья мои На этом Лекция его Закончилась Я думаю Мы ее Довольно Подробно Рассмотрели С точки зрения Нашего Современного Мозгоклюйства Поэтому Сейчас Опустите Глаза Низ Под видео Найдите Описание Нажмите Три буквы Еще Оно Шире Развернется Найдете Там Ссылки Одна ссылка Для просмотра Каталога Описания Фотографии Патентов И так далее Вторая ссылка Чтобы заказать Наши вещи С этого каталога То есть Они будут Вашим Если вы закажете Пришлем В любую страну Практически У нас там Доставка Бесплатная Будете экономить В районе 30% Если денег Не хотите Много затрачивать Там у нас Самый дешевый Это 3200 стоит На все На все До 3 киловатт Или дорогие Если вы майнингом Занимаетесь Большом потреблении Электроэнергии Если у вас В Меркурии 230 АРТ стоит Можете экономить На 50 На 70 На законных Основаниях Вам никто Слово не скажет Потому что Все дело На законных Основаниях Так что Пользуйтесь Нашей Электростатической Энергией Которую мы Эксплуатируем Для экономии Потому что Щетчик у нас Считает Электромагнитную Энергию А мы Используем Электростатику И экономим Утрирую Говоря На этом Так что Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите комментарии И будет вам Счастье Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok